Этот ролик посвящен Екатерине Второй. Она вызывает до сих пор большой интерес и, например, в творчестве моих близких она занимает уже немалое место и не раз были заказы на ее изображение. Я думал о чем бы таком интересном рассказать. Ну многие знают о ее правлении, о ее любовниках, о ее завоеваниях, присоединениях и прочим-прочим о ее просвещенном, так сказать, характере и деятельности. Но меня вот сейчас привлекла и все ли знают подробности о той тяжелой смерти этой великой женщины, предваренной мистическим происшествием, которая как бы остается несколько в тени. И я решил немного об этом рассказать. Это одна из наиболее одаренных женщин мировой истории, с которой считали за великую честь состоять в переписке виднейшие умы того времени. Однако Екатерина приняла мучительную агонию длиной 36 часов. 2 ноября 1796 года, как пишет гельцог Де-Де-Ду-Виль, империатрицу посетил призрак в образе ее же самой. Ночью фрейлины, дежурившие у двери спальни Екатерины, увидели, что империатрица, одетая в ночной костюм и со свечой в руках, входит в тронный зал. Далее они услышали звонок из спальни, которым вызывались дежурные прислуга. Фрейлины отворили двери и увидели империатрицу, лежащую в постели. Оказалось, что она слышала чьи-то шаги, и они помешали ей спать. Узнав о станном видении, Екатерина приказала подать себе одеться. И в сопровождении своих фрейлин отправилась в тронный зал. Там в зале, освещенном зеленоватым сиянием, предстала другая Екатерина. Она сидела на троне и молчала. Настоящая империатрица успела выкрикнуть приказание о том, чтобы стража открыла по призраку стрельбу и упала в обморок. Утром 5 ноября, то есть спустя два дня после этого, Екатерина II поднялась в постели, отправилась в туалетную комнату и надолго задержалась в ней. Дежурный коммердейенер империатрицы Захар Зотов, выждав полчаса, заглянул внутрь и обнаружил ее на полу. Вывихнутая нога, багровое лицо, хрип. Требовалось перенести империатрицу в опочивание, но в теле ей оказалась некая тяжесть, что шести человек едва достаточно было только положить ее на пол в ночной комнате. На красном софьяновом матраце она предстала, вляла тяжелое зрелище. Глаза ее были закрыты, она сильно хрипела, а грудь и живот беспрестанно поднимались и опускались. По прибытии докторов ей отварили кровь из руки, оттуда медленно потекла кровь, черная и густая. Такие вот описания можно встретить о смерти великой империатрицы. Империатрицы дали рвотных порошков, но пользы они не принесли. Вызвали ее духовника, отца Саву. Однако приобщить империатрицу к святым тайнам не было возможности. Изо рта ее шла бурная пена, и отец Сава начал чтение отходных молитв. Доктора объявили, что надежды нет. Настали унылые хлопоты по изъятию императорской документации, которые продолжались до того времени, пока не стало ясно, что наступает кончина империатрицы. Приглашенный митрополит немедленно прочитал отходную, но вслед за этим агония я величества, обнаруживаемая постоянным хрипением, подниманием живота и зловонную материю темного цвета, по временам вытекавшую изо рта при закрытых глазах продолжалась 36 часов без малейшего перерыва. Умерла Екатерина II на следующий день, 6 ноября в 9 часов 45 минут. Ей было 67 лет. Согласно терминологии XVIII века империатрицу постелил апокалиптический удар, а если более понятно, произошло у кого излияние в мозг. Кровь излилась на мозг с двух сторон. С одной стороны черная густая и свинувшаяся в виде печенки, а с другой жидкая, вытекавшая из разорвавшейся вены. Нашли также два камня в желчи, которые раздались по всему сердцу. После похорон Екатерины II в узких придворных кругах пошла недобрая молва о других причинах ее смерти. Самые злоязычные венможи говорили о том, что империатрицу погубила грешная страсть к мужчинам, которой она якобы отдавалась до последних дней. Затем появилась версия о травме, полученной от осколка ночного горшка, который раскололся под большим весом империатрицы. Однако и то, и другое следует отнести скорее к придворным сплетням. Лишь одной версии, исключающей апокалиптический удар, можно стоит уделить должное внимание. Туалетная комната, в которой Екатерина II потеряла сознание, была оборудована стульчаком, сооруженным из древнего польского трона. Ранее он пролежал первым польским королям пястом, а вывезен был из Польши по личному указанию Екатерины. Это и произошло после третьего раздела Польши, когда было подавлено восстание под руководством та девуша Костюшки. Как видим, и тут есть польский след. По слухам, дежурный коммерденер Захарзудов обнаружил империатрицу, иссякающую кровью. У нее имелась тяжелая колотая рана, которая была нанесена ударом снизу. Предполагалось, что внутри бывшего трона находился польский мститель. Он-то и ударил империатрицу боевым тесаком, после чего сумел благополучно покинуть Зимный дворец. Тем самым трон, как символ погибшей Речи Посполитой, стал источником смерти для Екатерины. Интересно, что еще 5 ноября, когда пришло время сообщить о недуге матери, предстануоследнику, великому князю Павлу Петровичу, Евгачину был направлен с этой целью Зубов, то Павел сначала пришел в ужас. Он решил, что визитер имеет цель арестовать его. Однако, узнав, в чем дело, Павел обнял Зубова и расцеловал. По словам Петра Агазинского, английский министр при дворе Екатерины, присутствовавший на ее похоронах, сказал «Он трейля Руси», что в переводе с французского означает «Хоронят Россию». Почему он так сказал? Он на это надеялся? Или он что-то знал? Как всегда, мы знаем, что англичане способны на все. Они же убили потом престола наследника Павла. Они постоянно интриговали против Российской империи. И были, можно сказать, заклятыми друзьями ее. Много материалов. Вот она целую эти такой. Ну, при чем материал, а? Да, много вот этих вот бусинок у меня дают. Я не для этого, я просто говорю, ну вот, говорю, вот бусинка. Она много дает, вот этот материал она дала. Польский этот. Такой материал дала она. Вот, она очень много мне дает. Ну, ты, я не знаю. Такие вещи делаешь. Не знаю. А ты, а ты мне извини, ты сама крутишь или нет? Сейчас какое-то время нет. Ну, это тяжело. Это для другого возраста. Вот видишь, Любочки, я... Ага. Это для другого возраста. Ну, расскажи. Это Мария Калас. Это... Вот это Мария Калас? Да. Симпатично. А это, когда это Крулева? А это и Катажина друга Велька. Та, российская? Да. Ну, она же была блондина. Ну, ладно. Если вы так считаете... Блях, опять этот идиотский мой смех. Идиотский мой смех будет в фильмах. Ну, Катажина друга была блондина. Почему они даже такую элементарную вещь не могут... Вот, тем более... Ну, ладно, не буду. Сейчас это... Мам, ты отвечай. А это кто? Катажина. Ты же Катажина? Ну да. То для Анечки, а это для соседей. Не, добрый, не говори, для кого, прошу тебя. Но я говорю, ага, понятно. Если это брунетка, какая-нибудь королева Испании Катажина, может быть. Мы там не жили. После же смерти императрицы первым распоряжением Павла Павла стало нечто странное. Он приказал хоронить Екатерину II вместе с ненавистным ею при жизни Петром III. Однако Петр III это был отец Павла. Ну, по крайней мере, официально. Могилу Петра III, которая находилась в Александро-Невской лавре, вскрыли. И Павел устроил над останками мистический ритуал. Водрузил на голову мертвого отца царскую корону. Уже после этого Екатерину II и Петра III похоронили в Петропавловском соборе. И это не единственная тайна, которую связывают с именем Великой Императрицы. Например, никто не знает тайны ее рождения. Екатерина унесла ее в могилу. Был ли законным официально признанный отец? Ходились слухи, что она дочь Фредриха II. Ее отцом называли Бетского Ивана Ивановича, указывая на портретное сходство. В городе Щетине нет даже записи ее рождения. Продолжим. Когда ее родной брат пожелал посетить Россию с визитом, Екатерина отказала со словами. В России и без него немцев достаточно. В голодные годы для Европы она выслала землякам продовольствие, вместе денег, которые просили родственники. И далее под Екатериной проваливались мосты. Горели дома, где она останавливалась ночевкой. Ее несли лошади. Часто она теряла гардероб. Приговоренная к веревке не сгорит и не утонет. Судьба хранила ее. Ну, как видим, до поры до времени. Екатерина работала, не покладая рук. И правящий кабинет начинал трудиться рано вместе с ней. Уже в 6 утра Екатерина принимала министров с докладом. Представляете, во сколько ему надо было вставать и ехать, трясясь в карете. Во время ее царствования храницы страны существенно расширились. Присоединен Крым, Кабарда, украинские земли, Белая Русь, часть Польши. В составе России просилась Грузия, измученная турецкими набегами. Доходы государства возросли в 4 раза. 144 города построено. Русские войска одержали 78 блистательных побед. Население России увеличилось на 14 миллионов. Она строила корабли и музеи. Открывала учебные заведения для крестьян и дворянства. Престиж России на международной арене был таким высоким, что в Европе, как сообщают, ни одна пушка без нашего согласия не выстрелит. Это уже она так хвалилась. Ну и в быту за ней были замечены некоторые странности. Например, умела шить и вязала чепчики для своих собачек. На токарном станке вышивала украшения из простых материалов. Делала гравировку. Мастерски играла в бильярд. Писала пьесы, которые ставили на придворных подмостках. Попробовали подказать. Выпускала журнал и начала выпуск бумажных денег. Любимая еда – кусок говядины и соленый огурец, запиваемый смородиновым морсом. Екатерина презирала моду и модниц, но считала, что двор должен быть самым блестящим в Европе и настаивала, чтобы придворные всегда носили украшения. Ее двор сиял бриллиантами. И однако она заводила умных фаворитов и не мешала им воровать. Екатерина вообще была терпима к воровству. Зная, что фавориты сделают для России больше, если не будут думать о деньгах, она закрывала. Ну и еще немного о характере императрицы. Весьма вспыльчивая, она, однако, не принимала решений в горячах. Ждала, когда чувство успокоится. Грубости не допускала. Прислуги не приказывала. А просила что-то сделать для нее. Не любительница чваных церемоний, она запрещала вставать перед ней. Однажды за ужином в тесном кругу приближенных императрица Екатерина II предложила тост за здоровье всех честных людей. Присутствовавшие с радостью выпили. И только Кирилл Григорьевич Разумовский пить не стал. Императрица очень удивилась, а он, усмехнувшись, объяснил. Боюсь, матушка, как бы мора не было. Мы уж тут немало тайных историй, так сказать, поведали о царице. Вот, наверное, стоит сказать пару слов и о самой тайне ее происхождения и рождения. Нити истории, как известно, путаны и непонятны. Почему непредсказуемая Клива история выдвигает того или иного человека на ван сцену часто полная загадка. Иногда эти загадки обрастают романтическими легендами. И все удивлялись, отчего же Елизавета Петровна сделала своим наследником Голстинского принца Карла Петера Ульриха под именем Петр Третьего. Впрочем, это было понятно, однако. Он был сыном ее любимой сестры Анны Петровны. Сама же империатрица Елизавета Первая, хоть и имела сыновые, но, увы, незаконных, которые претендовать на трон не могли. Но почему невесты, наследнику империатрица Елизавета, выбрала неприметную Софию Фредерику Августу принцессу Ангальцепскую? Это немецкое семейство из города Штеттен не обладало ни богатством, ни знатностью. В списках многочисленных немецких герцогов их имя стояло чуть не на последнем месте. Даже на семейных сборищах в Гольштине практически все немецкие герцоги были в родстве между собой. Ангальцепское семейство сидело в конце стола. Как российский дипломат князь Василий Долгоруков писал из Парижа в Петербург, в сложных расчетах русской политики оно ничтожно малая величина. Ну и сам отец ее был, как все говорили, всего лишь в незначительном чине генерал-майора в русской армии. А тайна этого поступка Елизаветы была вероятно такова, что она узнала, каким образом Бетский Иван Иванович мог оказаться даже отцом Екатерины, будущей Екатерины Великой. В 1728 году герцогиня Иоанна Лизавета Ангальцепская, у которой была уже два года замужем и никак не могла зачать ребенка, приехала в Париж лечиться. Ну где еще лечиться, как не в Париже. И тут у нее был роман с Бетским, с которым она не раз лихо отплясывала в Парижском посольстве. Вернувшись домой, она через 7 месяцев родила прекрасную девицу. И помог ли в этом доктор или может Бетский. Однако все со временем, когда девочка подрастала, заметили ее схожесть с красавцем Бетским. Елизавета знала Бетского и по-своему его любила. И она, когда узнала о подробностях его приключений в Париже, то выведала, что он отец. Была уверена, что турбецкая порода здесь сразу видна. И стать, и характер сильный. Думала она, бесхарактерному Петьке такую жену и надо. К тому же кровь не водится, а уж русская кровь себя проявит, заставит родить за Россию. Императрица не ошиблась. Приехавшая в Россию юная принцесса Цепская не только в мгновение ока выучила русский язык, охотно приняла православную веру, но и во всем стала вести себя, как истинно русская. Это ее бесшабасный и слабохарактерный супруг Петр Третий так и не осилил русского языка. А Софья Фредерико Августа, ставшая Екатерина Второй, писала по-русски книги и стихи, сочиняла драмы, комедии и даже оперные либретто. Чьей дочерью она была на самом деле, остается загадкой. Историки не отметают версию о том, что на самом деле Екатерина была Трубецкой. Современники пишут об этом в дневниках. Елизавета Трубецкая в своей книге «Сказание о роде князей Трубецких» излагает ту же версию. Но самым большим доказательством этого тайного родства служат взаимоотношения самих Екатерины Великой и Камергера Бецкого. Вот такие подробности. Многие десятилетия, раз в неделю, он безо всякого доклада приходил в личный покой императрицы. И Екатерина встречала его, сама наливала кофе со сливками и подавала мягкие круассаны. И безо всяких чинов и политесов они садились завтракать. Это было их утро, и никто не смел мешать, пока седовласый Камергер откушивал кофе, а Екатерина рассказывала, как прошла неделя, иногда просила совета. Правда, Камергер в государственные дела предпочитал не вмешиваться. Но было у них одно общее дело – создание Смольного института благородных девиц. Она заботилась о девочках-ученицах, как и родных. Не потому ли, что стремились найти то, что недополучили в жизни. Она отцовской любви, он дочерней. Но их тайна так и осталась тайной. А досужие разговоры всегда останутся досужены разговорами. Дело в том, что если ее рисовать в парике, то она должна была бы быть как бы это. Но парик-то обычно белого цвета, а может седоватый. Но может она не в парике, я не знаю. Ну, короче, Екатерина Вторая Великая Нибы. Ну, то же самое, что я сказал. Екатерина Вторая Великая. Ты видишь, еще много работы, да? Ну, да. Еще. Руковь сшиватель, сзади, короны. Вот эти вот штуки. В руках буты. Много работы. Ну, что, буты будут выставать из-под платья? Ну, давай. Ну, доброе. То еще много работы этой. Катажины Други Вельки. Екатерины Второй. Великой. В шеи там, и в руках у меня там кто-то. И буты. Понятно. А тут ты говоришь, ничего не пожалела? Или где ты? Не в этом случае. Корона эта соседка принесла? Угу. А откуда? Из какого она берет? Из какого она берет? Она вот так намотана, еще есть у меня. Да? А, ты просто потом соединяешь в такую лобо. Не будем выдавать тайны. Ну, вот она у меня. Тайны. А тут скипетр. Сверху только. А скипетр, что это у нее тут на балдашник? Там обычно был такой скипетр, земной шар с крестом на некоторых образах. Не обязательно это делать, я просто говорю. У этих императоров, наверное, и у нее, если где-то найти. А вот это, что у нее в руке? Вот это. Ну, я не знаю, я вот у нее такое. Вот это, что это? И какие. Где корона, то я срезала еще эти золотые, потому что оно длинное. Длинное. А, в смысле? Вот эти вот. Ну, корону можно и чуть-чуть меньше делать. Ну, та, я потом найду где-то у меня есть. Там, мне кажется, другая чуть-чуть была, Екатерина. Другие наряды. Наряд тоже самое было. Кожи. Хорошо. А тут был такой воздушный, красивый, но уже не было. А тут на балдашник-то ей какой-то иной дала, да? Ну, да, такое у нее было. На скипетр. Скипетр. И вот эта штука. Здесь у нее в покрытии вот эта красота. Мы глянем. Вот это? Это вот это ты, Игорьич, не жалела? Да. А? Велька. А что там написано? Катерина Велька. Ну, Катерина Друга Велька. Катерина Друга Велька. Катерина Друга Велька. Катерина Друга Велька. А Екатерина Вторая. Великая. Извиняюсь. Это большой мне кусок был. Когда-то я хотела Любочки. А? Какие буты носила? Ну, а буты я еще сделаю. На эти буты еще раз зашью золотой ниткой. Ну, это просто какие-то тапки. А чулки носит какие-то? Принцесса, королева. Ну, и в прошлый раз я делала под юбку еще такую. Бант? Юбку. А, вторую юбку. Вторую юбку. А это просто не сделала. Ну, да, я поэтому она такая обвисающая. Как бы ее приблизить, подвижить чуть-чуть. Не, ну, просто не перекрывляет. А перед, так как было. Ну, ну. Вот этот плащ, да. Самый лучший, да? Как бы. Добрый. А вот этот третий экземпляр. Тут уже по-другому. Более скромный. Накидка. Фирма. И надпись. Поэтому и надпись делать трудно. Да. А что, есть надпись? Да. А где? А, вот. Нужно было, потому что дырочки. Ну, да, да, да. Так можно было, наверное, сделать на, там, под накидкой, не? Уже не хотелось мне снимать. Снимать эту накидку, делать другую. Ну, да. Тут вот такой скипетр. И в руке тут держит совершенно. И вот у этой вот, что делала я, вот, видишь, на шее есть. Тут и соседка много мне принесла. Еще есть. Что? Вот эти вот. Вот эти. А, бусы. А здесь уже из этого. Понятно. Вот такая. Сначала серебряную юбку. Люда что-то зазвонила. И сейчас у меня появилось, что звонит. Деликат.